Акционеры Карачаганак должны выплатить Казахстану 1 миллиард 700 миллионов долларов. Министр энергетики Канад Базумбаев сообщил об окончании спора между управляющим консорциумом Карачаганак Петролиум Оперейтинг и правительством в части определения прибыли от продажи нефти. В конце 2016 года глава Минэнерго заявлял, что страна недополучает миллиарды долларов от самого крупного месторождения Карачаганак. Причиной упущенной прибыли тогда назвали неверную методологию подсчета дивидендов, по которой подрядчики определяли свою долю и долю государства. Карачаганакское газоконденсантное месторождение расположено в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Разработкой и освоением сырья занимается консорциум, в составе которого четыре иностранных компании и Казмунайгаз с десятой долей. Разногласия основывались на измерении индекса объективности, который определял, сколько прибыли получал консорциум, а сколько правительство. Расчет был нацелен на то, чтобы международным нефтяным гигантам вернуть свои инвестиции, прежде чем отдать прибыль государству. После двухлетних споров правительство и акционеры договорились подписать соглашение. Оно будет состоять из нескольких частей. Консорциум предоставит Казахстану долгосрочный заем на 10 лет в размере 1 миллиарда долларов для строительства инфраструктурного проекта, либо выплатит эквивалентную ценность займа в 200 миллионов в случае отказа страны от кредита. Акционеры Корчаганакского проекта выплатят в ближайшие три года компенсацию в сумме 1,111 миллионов долларов США Республики Казахстан. Акционеры и Республика изменят некоторые части механизма раздела продукции, что приведет к дополнительным доходам для Республики при цене 60 долларов за баррель, где-то примерно 360 миллионам долларов будущих потоков в сторону Республики, при цене 80 долларов за баррель, как сейчас, приведет к получению дополнительно более чем 423 миллиона долларов.